Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я приветствую вас на канале Процветок. В этом выпуске, как я и обещал, продолжим разговор о подборе сортов и гибридов огурца. Для открытого и защищенного грунта я расскажу вам о тех сортах и гибридах, которым я отдаю предпочтение. Начну я с пчелоопыляемых сортов и сортов гибридного типа и обозначу те преимущества и особенности выращивания, которые необходимо знать для того, чтобы получить действительно впечатляющий урожай. Первый сорт, это линейный сорт, это не гибрид F1, с которого я хочу начать. Это хит белорусской селекции, настоящий хит. Это огурец сорта веросень. Веросень по-белорусски означает сентябрь и не мудрено. Этот огурчик средне-позднего и даже позднего срока созревания. Для огурцов такие сроки созревания довольно-таки нехарактерны. Связано это с тем, что в конце вегетации, уже в августе месяце, огурцы очень сильно поражаются пероноспорозом в первую очередь, а также обыкновенной мучнистой росой, оливковой пятнистостью, различными бактериозами, фузариозом и многими-многими болезнями. Этот же огурчик способен давать пиковые урожаи в то время, когда большинство сортов уже умерло или имеет вот такие крючки вместо нормальных плодов. Этот сорт мужского и женского традиционного типа цветения. Надо сказать, что поскольку он довольно поздний, он и мужские цветки дает довольно поздно. И он является прекрасным компаньоном ко всем другим гибридам женского типа цветения, пчелоопыляемым гибридам. Поэтому его и по этой причине надо обязательно иметь в своем сортименте сортов. Он вам даст пик образования пыльцы тогда, когда традиционные сорта с мужским цветением в начале вегетации уже мужское цветение заканчивают. Если уже мы стали говорить о компаньонах к интенсивным сортам пчелоопыляемым, преимущественно женского типа цветения, то нельзя также не упомянуть о таком огурце, который называется просто кустовой. Это старорежимный сорт с огурчиками, которые могут иметь горечь. Веросин не может иметь горечь. Вот этот может иметь горечь. У него нет генетической устойчивости. Поэтому если засуха, если холодно, то огурчики будут горькими. Но при этом он дает мощную волну мужских цветков в начале вегетации. И он также является замечательнейшим компаньоном к всем сортам, преимущественно женского типа цветения, сортам и гибридам для пчелоопыляемых сортов, для открытого грунта. Он дает салатный огурчик, вкусный. Веросин дает в начале вегетации огурчик салатного типа. Более поздний период это уже засолочный огурчик. Огурец кустовой это очень ранний сорт. Он дает огурчики салатного типа, будет вас радовать вкусными салатами, а также мощной волной мужского цветения для обеспечения всех остальных гибридов для открытого грунта. Среди таких гибридов я хочу отметить два гибрида польской селекции. Это титус и это крак. Крак является попозже, он средний-поздний. А титус ранний гибрид от раннего до среднего раннего. Крак от среднего раннего до среднего позднего. Ну, в зависимости от условий, которые у вас в текущем году будут. Это очень хорошие гибриды преимущественно. Ну, можно сказать, что там только цветки женские. Там мужских цветков нету. Поэтому каждая зависть при нормальном опылении, при наличии им компаньонов вот этих, даст вам обильный-обильный-обильный урожай. Это гибриды с достаточно высокой устойчивостью к болезням. Это гибриды в том числе селекции фирмы Полон. Я бывал на этой фирме по делам службы и не раз бывал. И поэтому очень хорошо знаю, насколько качественная селекция семеноводства на этой фирме Полон. Плоды не желтеют. Плоды без пустотелости, без пустой камеры внутри. Плоды красивые, цилиндрические, хорошей товарности. Даже для рынка они очень-очень хороши. Хотя, ну вот, семкастые как-то уже на рынке теперь не продают. Они хрустящие. Они генетически без горечи. Ну, надо сказать, что огурец Крак, он такой немножечко все-таки с желтыми полосочками от носика. А Титус, ну, он такой полностью зеленый. Но они оба, в общем-то, хороши. Они немножко отличаются по холодоустойчивости. Крак является более холодоустойчивым. Ну, а главное их различие в том, что огурец Титус, он корнишонного типа. Если вы будете выбирать ежедневно корнишоны, вы будете с очень-очень хорошей закуской из маринованных корнишонов. Поэтому надо отдать преимущество, конечно, этим гибридам. Очень ранний гибрид женского типа цветения для открытого грунта – это, конечно же, Лебела. Это сорт гибридного типа немецкой селекции. Это салатный огурчик. В более позднем периоде он будет давать огурцы для засолки. Очень хорошие. Это очень вкусный огурец, ароматный, с хорошей кожурой. Вы будете наслаждаться. Ну, в принципе, его знают люди, эту Лебела. Он очень известен. Благодаря своей ранеспелости и благодаря салатному типу, он, конечно, завоевывает сердца тех, кто любит полакомиться огурчиком непосредственно с грядки. Он достаточно устойчив к комплексу болезней, но не к пероноспорозу, к сожалению. Поэтому он раненько оплодоносил и освободил грядочки. Можно салат посеять, можно еще что-то посеять, редисочку, как повторную культуру. Вкусовые качества у него отличные. За это его уже можно любить. Очень хороший огурец гибридного типа, преимущественно женского типа цветения – это бедретта. Он тоже, как и вся предыдущая группа сортов, предназначена для выращивания в открытом грунте. Это очень хороший, очень ранний гибрид. Благодаря своей ранеспелости он уходит от болезни, как и либела. Он является генетически без горечи. Но если либела – прекрасный огурчик для консервирования, для сбора во второй половине вегетации, то бедретта – это, конечно же, исключительно для потребления в свежем виде. Консервировать, хотя и пишут, что он для консервирования хорош, но все-таки я рекомендую его использовать как салатный. Его много не надо, хватит там буквально 5-6 растений на семью для того, чтобы вот так обеспечить себя салатами, чтобы наесться этими салатами как следует. Ну, а дальше уже использовать вот эти вот остальные сорта для того, чтобы получать продукцию для консервирования. Что ж, давайте перейдем к сортам, которые предназначены для выращивания в пленочных и остеклянных теплицах. И все они, как я уже говорил в предыдущем нашем ролике, это гибриды, ну, они все будут гибриды первого поколения, семена они свои не воспроизводят ни в каком случае, они все портенокарпики, то есть не требуют опыления. Именно по этой причине их смысл есть сажать в защищенном грунте. Ну, начнем с такого гибрида, как амур. Это амур голландской селекции, корнишонного типа, ранний, вполне надежный, пучковый, дает большую продукцию. Если выбирать огурчики, корнишончики каждый день, вы будете иметь обильную вот эту корнишонную продукцию. В более позднем периоде он дает неплохой огурец для засолки. Ну, я все-таки, конечно, для засолки предпочитаю огурцы открытого грунта, пчелопыляемые семками, мне они больше нравятся. Но те, кто засаливает портенокарпики, вполне могут отдать ему предпочтение. Хотя это все-таки больше корнишоник и салат. Огурец Маша. Это тоже корнишонный гибрид голландский. По своим характеристикам похож очень на амур. Пучковое образование завязей. У него повыше дегустационная оценка. Если амур где-то на 4,5, то Маша на пятерочку. Если вы очень привередливы к вкусовым качествам огурца, к сильному аромату, то лучше отдать предпочтение Маше. Ну, надо сказать, что у Амура крупные бугорки с сильными шипами. У Маши тоже крупные бугорки, но шипики не так сильно выражены. Он больше такой коммерческий. Огурчик, если вы вывозите на рынок, то вполне можно его продавать для небольших объемов. Огурец Мурашка, тоже гибрид корнишонного типа от фирмы Гавриш. Мне он нравится, он образует довольно много завязей в каждом пучке. Но вот видите, они уже пучковые, все современные гибриды, портенокарпики. Казалось бы, они довольно мало отличаются, но вот как раз Мурашка отличается очень высокими засолочными качествами. Если вы солите много огурцов, выращиваете их в защищенном грунте, отдайте предпочтение именно этому гибриду. Ранний корнишонного типа, очень ранний, это Эколь F1. Тоже портенокарпик, тоже пучковый, цилиндрический, очень зеленый, очень-очень красивый. Ну, он такой, как крокодил, с такими бугорками, обильными-обильными бугорками. Он очень ароматный, вкусный, без какой-либо желтизны, ни в начале, ни в конце плода, особенно хорош для консервирования. Не для засолки, а именно для консервирования в маринаде с уксусом. Там он удается очень-очень хорошо. И хочу обратить еще ваше внимание, ну, вот на этот огурчик, супер ранний посолимый гибрид первого поколения, голландской селекции. Он отличается от всех предыдущих тем, что он очень адаптивен. Именно поэтому это гибрид моего выбора. Почему? Потому что все предыдущие надо кормить, 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 пшикать, пшикать, кормить, кормить, пшикать. И гуматами, и азотом, и калием, и бесконечно-бесконечно кормить. Главное не перекормить, чтобы не нагнать туда нитратов. Не забывайте про вне корневые подкормки железом. У нас про это на канале про цветок информация есть. А вот этот вот, несмотря на то, что он тоже пучковый, по 3-5 завязей у него в пазухах образуется, он посадил и забыл. Он вам даст урожай выше среднего всегда. И еще один старорежимный, один из первых гибридов белорусских, исключительно белорусских, это гибрид зазуля. Белорусы могут купить его в магазинах. А вот все, кто за пределами Беларуси, смогут купить его только в интернет-магазине про цветок. Зазуля это кукушка. Зазуля F1. Это уникальный гибрид белорусской селекции. Чрезвычайно иммунный, чрезвычайно адаптивный, чрезвычайно надежный. Тоже относится к гибридам посадил и забыл. У него гладкий, с такими не очень выраженными бугорками зеленцы, длиннее среднего. Очень вкусный, очень ароматный. Он отличается чрезвычайной холодоустойчивостью. Настолько холодоустойчив, что его можно высаживать и в открытый, и в защищенный грунт. Он тоже портенокарпик, тоже не требует опыления, пригоден для раннего посева, для ранней высадки, не боится холодного грунта, не поражается корневыми и прикорневыми гнилями. Как и веросень в открытом грунте, так и зазулю, хоть 3, 4, 5, 10 растений. В зависимости от ваших объемов, вам обязательно надо иметь в своей огуречной теплице. Этот гибрид, несмотря на свою старорежимность, вас удивит. Старорежимные гибриды и сорта отличаются гораздо более высокой диетической ценностью, ароматом, вкусом, нежели чем ультрасовременные. Тогда делали гибриды на совесть. Кстати, этот гибрид зазуля очень хорошо подходит для выращивания на балконе и даже на подоконнике. Я в детстве его выращивал наряду с огурцами рытого, кто-то может быть помнит, кто моего возраста или старше такой огурчик, выращивал его у себя на подоконнике. На этом я прощаюсь с вами, надеюсь, что этот обзор будет полезен вам для выбора подходящего ассортимента сортов огурца для открытого и защищенного грунта. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!